Я представлюсь, меня зовут Елена Валерьевна, фамилия Гречко, я преподаватель Центра Специалист и веду, собственно, пользовательские курсы по 1С. Я в 1С уже работаю давно и много лет, ну и, конечно же, всегда есть какие-то нюансы нашей с вами работы. У нас с вами сегодня в качестве вебинара заявлен практический пример по учету убытков прошлых лет, тем более, что у нас с вами с этого года произошли изменения, раньше, помните, мы могли учесть это в течение 10 лет, теперь у нас ограничения снято, и в программе это все великолепнейшим образом работает. Ну, в силу того, что мы с вами со временем ограничены, у меня, естественно, есть рояль в кустах, есть, то есть у меня есть вот такая вот, сейчас покажу, частично заполненная база. По факту, по факту, если нам с вами надо перенести убыток прошлых лет на текущий период, сделать это в программе можно, сделать это несложно, если знаешь, но здесь важна определенная последовательность действий. Вот с чего мы с вами и начнем. Вот у меня есть некая база, да, тут вот какая-то там условная организация, я по ней ввела некоторые данные, в общем, организация, конечно, живет, но нельзя сказать, чтобы долго и счастливо. В 2015 год был закрыт с убытком и в 2016 год закрыт с убытком. Вот стандартно, как ведет себя программа, если мы никаких действий не предпринимаем. Вот в частности, в частности, смотрите, в декабрь я закрыла великолепным образом, у меня все мило и симпатично, но если я начну закрывать январь, то у меня возникнет вполне определенная проблема. То есть, в частности, программа мне январь закрывать не будет. Она всегда выдает вот такое вот сообщение, что расчет налога на прибыль не принесен в убыток прошлого года и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос в том, как же его перенести, чтобы 1С со следующего года нам его великолепнейшим образом начала списывать. Ну и при этом, что для нас с вами действительно важно, что для нас действительно важно, какая должна быть последовательность. Ну, в нашем случае, так вот, я даже так и так сделала. Смотрите, первое, что мы должны сделать, это за прошлый год отменить реформацию баланса. Ну, соответственно, что мы с вами делаем? Открываем помощник закрытия месяца за декабрь в нашем случае. Реформация баланса – это регламентная операция, которая выполняется автоматически в конце каждого года. И, соответственно, просто надо щелкнуть по реформации баланса и сказать, что мы хотим отменить операцию. То есть, это первое, что мы с вами делаем. Второе, что от нас с вами требуется сделать, это надо, надо в нашем вот конкретном случае выяснить, а какова же сумма убытка. И как это сделать удобнее всего, не бегая там туда-сюда. Ну, самый простой вариант, по-моему, у вас – пользоваться декларацией по налогу на прибыль. То бишь, у нас с вами есть регламентированная отчетность, пресловутая декларация по налогу на прибыль. Мы ее формируем. Ну, вот у меня, как я уже сказала, все-таки заготовочка есть, чтобы вы не ждали меня. Вот она, декларация по налогу на прибыль. То есть, формируем ее с вами стандартно. Каким образом? Нажимаем кнопочку «Создать», да, выбираем в списке отчетности именно декларацию по налогу на прибыль. Напоминаю, что это отчет регламентированный, а значит, он всегда открывается пустым. И мы в этом отчете нажимаем кнопку «Заполнить». Но в моем случае я ее просто перезаполнил. И теперь-теперь мы отправляемся с вами на лист 0,2. Вот у нас расчет налога, и вот видите, у меня прибыль составила вот такую вот сумму. Что для нас важно, что для нас важно, и что нужно сделать корректно? Обратите, пожалуйста, внимание на количество знаков, которое у меня выведено в декларации. Два знака после запятой, хотя сдаем мы с вами декларацию, помните, в рублях, то есть копеек у нас с вами не должно быть. Но мне-то нужно выяснить четко сумму убытка вплоть до копейки. А для того, чтобы у меня программа отражала два знака после запятой, напоминаю, что это в формочке декларации нажимается кнопка «Еще», команда «Настройка». Вот по умолчанию, когда мы формируем декларацию, настройка идет стандартное отображение в рублях, но с точностью 0 знаков после запятой. То есть это вот стандартная настройка, которая у нас соответствует требованиям формирования декларации по налогу на прибыль. То есть они у нас в декларации, когда мы своим сдаем декларацию, не должно быть. Вот, это стандартно, наоборот, вот у вас получается, когда вы делаете декларацию, вы ее открываете сначала вот в таком вот виде. А нам сумма убытка нужна с копейками. Значит, вот тогда мы с вами как раз и говорим, что нам нужно два знака после запятой. То есть стандартная настройка – ноль после запятой. И, естественно, если мы этот момент упустим, мы потеряем копейки. Да, такое бывает в нашей с вами жизни, к сожалению. Ну, на автомате открыли, посмотрели. Для нас же с вами привычный вариант именно с выводом без копейки. Ну, вроде все нормально. О, вот он убыток. И пошли дальше. А не тут-то было. То есть нам надо с вами выяснить сумму с учетом копеек. А здесь проще всего тут как раз вот своя декларация. Да, конечно. О чем мы речи? Конечно. То есть, ну, подразумевается ситуация, что как? Вот мы работаем с вами годами. Да, 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 да. Ну, вот я часть просто ввела, но иначе у нас же с вами время ограничено. Соответственно, то есть подразумевается, что мы делаем это естественно по-человечески. А как же? И, верите, нет, у меня тут тоже это сделано относительно по-человечески. В каком плане? Ну, я вот остатки выводила. Но, верите, нет, у меня вот по организации зарплаты-то посчитано. Что только нету. Все лишь для того, чтобы просто вот показать, как все я работаю. В любом случае, вот у нас же, я начала, у меня же был закрыт декабрь. И я начала с того, что я отменила реформацию баланса. Почему? Нет. Только реформацию. Да, боже упаси, полностью отменять-то. Я же сказала, первое, отменяем реформацию баланса. Только ее. Ведь подразумевается ситуация, например, какого рода. Я уже вообще могу, например, отчетность подготовить? Могу? Могу. Запросто. И, может, там могу, то ли я аудиторам на проверку там отдала, то ли, ну, мало ли что в этой жизни. Вот представьте, если я сейчас все отменю. Нет, не выйдет. Только реформацию. Итак, мы выяснили сумму убытка. Ну, и вот, собственно, то, что я вам сказала, просто по шагу. Вот первое, отменили реформацию. Второе, выяснили сумму убытка. Настройку смотрим два знака после запятой. Вот даже, видите, не поленилась. Скриншотик там у нас с вами. Но здесь вот два знака после запятой. Следующим этапом, что мы должны сделать. Мы же, помните, убыток можем отнести на расходы будущих периодов. То есть это 97 счет. А значит, мы вот эту сумму убытка для себя там куда-то там записываем. И, соответственно, отправляемся в программе 1С в справочник, который так и называется «Расходы будущих периодов». Вот открываем с вами вот этот милый справочник и создаем новую запись. Что нас с вами здесь интересует? Наименование. Ну, оно может быть любым. Но единственная просьба, обратите внимание. Я тут, мне надо было показать, поэтому я и так, и так сделала. А, в общем-то, если у нас несколько лет убыточных, то для ориентира удобнее, если вы год еще будете указывать. Вот у меня есть убыток за 15-й год, я там переносила. И есть вот некий убыток за 16-й год. Ну, вот я просто назвала перенос убытка прошлого года. Значит, мне это в дальнейшем, если еще будет убыток, мне это несет некомфортность в работе как минимум. То есть, ежели да-да-да-да, то есть уточнить, что это 2016-й. Потому что все в жизни бывает. Еще на что стоит обратить внимание, ну, собственно, тут изменения в программе присутствуют уже давно, вид для налогового учета. Теперь есть прям вот отдельненький, который так и называется, убытки прошлых лет. Убытки прошлых лет. Ну, так и есть. Так, указываем, то есть вид для налогового учета. Вот, кстати, самая распространенная ошибка, это когда вид для налогового учета, вот, сейчас покажу, сейчас просто покажу. Когда создается новая запись, то по умолчанию вид для налогового учета стоит прочее. прочее, все. А это всего лишь машина. То есть ей важно каждое поле. И она должна понимать, что речь идет именно об убытках прошлых лет. То есть здесь очень важно. Убытки прошлых лет. Указываем сумму убытка, которую вот мы выяснили. Признание расходов в особом порядке. Ну и вот до 17-го года у нас там было 10 лет, то есть мы указывали бы с и по, а теперь мы указываем только с какого числа. Все. Затратный счет указывать не на то. То есть это первое, что мы с вами делаем. Следующим этапом, ну вот это мы с вами выяснили. Сумму убытка, вот ввели запись. Ну вот даже это, видите, не поленилось. Кроваво красным цветом. Ну, выделено признание расходов в особом порядке. Но ведь у нас еще может быть постановка вопроса, что организация применяет ПБУ 18.02 незапренно. А значит у нас в этом случае будет 0.9 счет. Будет? Будет. А значит нам с вами нужно точнее выяснить сумочку отложенного налогового актива, которую нам надо будет учесть. Здесь, собственно говоря, что? Сумма-то на 0.9, но нам требуется, вот смысл, это поменять аналитику. То есть перенести тоже на убытки прошлых лет. Соответственно, да, самый простой вариант, это вот то, что вот вы сейчас видите на скриншоте, это оборотку сделать. Но можно что сделать? Взять вот ту самую сумму убытку, которую вывели в декларации, и умножить на что? Конечно. Вот. А в нашем случае, в нашем случае, ну, действительно, практичнее воспользоваться отчетностью, собственно, зачем мучиться лишний раз. А значит, проще всего построить отчет какой? Оборотно-сальдовая верность по счету. Мы его с вами формируем за прошлый год. Счет 0.9. Ну, вот это у меня просто организация так названа, то есть это никакая не аналитика, ничего. Вот мы с вами формируем отчет и получаем вот эту самую сумму. Есть такое дело. Теперь самое важное. Вот есть программа, действительно, всем хороша, но есть какие-то моменты, которые, к сожалению, не автоматизированы. Ну, хотелось бы. То есть нам надо теперь вот эту сумму убытка отразить и нам надо сменить аналитику на 0.9 счете. Делается это исключительно одним единственным способом, незабвенным. Я имею в виду операцию, которая вводится вручную. Других вариантов нет. То есть следующим этапом мы на последнее число года, то бишь, вот в нашем случае, на 31 декабря вводим операцию вручную. Не, ну, я сейчас, вот она, у меня тут, да, я же говорю, операция, введенная вручную. Я просто, чтобы мне было удобнее, я ее, вот, заготовочка у меня есть, но пока, чтобы... Так. Раздел операции, операции, введенные вручную, конечно. Вот, либо, ну, здесь как вам удобнее, вы же можете открыть журнал операций и здесь в списке тоже найти операцию, введенную вручную. Ну да, ну да. Нет, просто, скажем, в старой редакции под семеркой это было практически не бегать, а вот жить все время в журнале операции. В трешке, не знаю, мне удобнее все-таки как-то по отдельным журналам. А если мы с вами хотим, это вот операции, операции, введенные вручную. Ну и, собственно, мы создаем с вами новую операцию. Что важно? Дата последнее число года. Дальше формируем в этой операции две проводки. Первая проводочка идет по 97 счету. Здесь просьба, обратите внимание, ну, подразделение понятное дело, а вот аналитика выбирается какая. Вот у меня перенос убытка прошлого года. Увидели? Ну вот она. То есть то, что мы с вами перед этим проверили, то, что добавлялось в справочник расхода будущих периодов. Понятное дело, что можно это было и по ходу сделать, то есть сразу открыть операцию, и при создании операции мне тоже никто не мешал это создать. Ну, поскольку мы обговариваем все нюансы, то практичнее это делать по шагу. Далее, по кредиту 99-й, и сумма, сумма у нас, аналитика, обратите внимание, не указывается, а сумма, ну, у нас, вот она стоит, выявленная нами ранее, сумма в целях налогового учета. Ну, а? Что, сумма? Нет. Никуда она не попадает. Вы ее вот в декларации выяснили, и в ручную чек-чек-чек делаете. Да, именно здесь вот, именно ручечками. Просто, ну, я говорю, у нас время ограничено, но это же выглядит вот так, вот 97-21, там надо, указали подразделение, потом надо, вот выбрали запись, соответственно, дальше поехали, 91-й, да, вот у нас с вами там прибыли убытки с основной системой, аналитики здесь никакой нет, вот подходящий, поэтому ничего не трогаем. По буху учета, у нас же речь идет об убытке по налоговому учету, значит, по буху учета сумма отсутствует, налоговый учет, вот мы то, что с вами выяснили в декларации, вот эту сумму убытка, мы великолепнейшим образом указываем, но вспоминаем о том, что у нас есть жесткое правило, сумма, сумма по буху учету должна быть равна чему? Налоговый плюс-минус постоянные временные разницы, конечно же, а здесь у нас с вами будет разница временная, и значит, мы вот эту же сумму, точно такую же, должны с вами что сделать? Указать в качестве временной разницы. Но помним, что бухгалтерский налоговый плюс-минус постоянные времена, и то есть если бухгалтерский равен нулю, значит, для того, чтобы получить вот это равенство, временной разницу, мы с вами пишем со знаком минус, то здесь чистая математика, никаких здесь вот там каких-то там философских смыслов и так далее, нету. Вот программе, кстати, огромное достоинство, сейчас то, что касается налогового учета, они максимально автоматизировали, что есть, то есть. Но у нас же законодательный механизм не прописан. А это всего лишь программа, помните, в основе лежит что? Двоичная система исчисления, вообще всего. Значит, здесь чистая математика, если у нас с вами, вот, да, стандартная формула, это сумма должна быть равна налоговому учету, плюс постоянные, плюс временная разница. Значит, если сумма равна нулю, соответственно, временная разница у нас с вами вводится с минус. Ну и кроме того, что нам еще нужно сделать? Нам надо поменять аналитику по 0,9 счету. Вот мы перед этим выясняли с вами, да, какая у нас сумма отложенного налогового актива, просто-напросто сформировав банальную оборотно-сайдовую по счету. И мы с вами видим, что вот у нас есть убыток текущего периода, да, вот он был. А теперь мы вот в этой операции, второй проводочке, что делаем? Аналитику меняем. То есть, смотрите, по дебету, по кредиту 0,9 счет. Но только была аналитика убыток текущего периода. Правильно же? А переносим на что? На расходы будущих периодов. Есть же такое дело? Прекрасненько. То есть вот у нас с вами пошла вот такая вторая проводка. И тоже это все ручечками. Почему? Вот мы, собственно, ковыряемся с вами сначала по отчетам и внимательнейшим образом выявляем обе суммы. Корректно все, Мария, не переживайте. Кредит. Почему? 97-й, 21-й. Кредит у вас стоит. Вы только не заполняйте аналитику. Ах, вы хотите сказать, что мне вообще кредит указывать не надо? Да сейчас вам. А, вы имеете в виду в налоговом учете? А, господи, все, не пугайте меня так. Нет, не надо, не надо, Мария, все нормально. Не переживайте. Не переживайте. Господи, я уж прямо это самое думаю, что ж такое вроде это самое. Не, не, не переживайте. Не переживайте. Нет, нет, нет. Мы здесь с вами вот указываем только вот эту часть. Да. А то я прямо думаю, что ж такое-то. Нет, нет, нет. Только сумма по дебету. То есть мы вот это с вами должны отнести на 97-й, 21-й. Так, далее, что мы с вами делаем следующее? Вот когда мы вот эту операцию ручками выполнили, мы, естественно, все записываем, закрываем. Ну вот, вот смотрите, как раз вот я еще раз сформировала оборудочку. Видите, что мы сделали? Вот у нас на 0,9 сумма как была, так и осталась. Видите? Просто поменялась аналитика. Мы закрыли сумму на 0,9 с аналитикой убыток текущего периода, а теперь у нее аналитика какая? Расходы будущих периодов. То есть только так и никак иначе. Прекрасненько все это у нас с вами работает. Так, то есть это следующее. Здесь на самом деле, ну я думаю, вы со мной согласитесь, не очень сложно все это сделать. Мы больше с вами по отчетам бегаем, но никакой экзотики. Что мы делаем с вами в дальнейшем? Упс, перестаралась. Дальше нам с вами остается только соответственно вернуться к закрытию месяца. Мы отправляемся в операции, закрытие месяца. Мы же начали с того, что в частности сказали, что надо отменить реформацию баланса. Дело в том, что вот это нам очень важно, чтобы вот эта операция по переносу убытка, она была до реформации баланса. Вот и все. У нас же, помните, каждая операция по дате и по времени, да, в хронологическом порядке выстраивается. Здесь есть еще один такой каверзный момент. Это всего лишь машина, у нее есть определенные механизмы. Вот видно вам сейчас, она требует вообще-то, чтобы я все перепровела с декабря. Не есть. Хорошо. У меня же уже подразумевается, что у меня все закрыто. Я вполне могла уже к тому моменту, когда вот выяснилось, что я не могу закрыть январь, я уже могла вполне сформировать отчетность, а значит перепроводить категорически нельзя. А программа, он его требует. Ну, господи, ради бога, нам же никто не мешает сказать, что мы хотим что сделать? Пропустить операцию ее. Пропустить. Пропустили? Пропустили. Прекраснейшим образом. И выполняем только реформацию баланса. То есть щелкнули по ссылочке реформацию баланса и сказали, что надо выполнить. Она прекрасно все закроет. Ну, вот при такой постановке вопроса у нас с вами ничегошеньки не поплывет. Ну, не поплывет. Так. Что будет дальше? Дальше проверить простейшим образом можно как. Но давайте теперь посмотрим на мой январь. Если я первый раз пыталась что-то сделать, а она меня просто ругала, вот теперь обратите внимание, если я сделала все правильно, у меня, у нас же с вами в программе расчет налога на прибыль идет ежемесячно. И, соответственно, должна появиться вот в части четвертой команд, да, регламентной операции, должна появиться позиция списания убытков прошлых лет. Что здесь у нас с вами важно? У нас же, помните, может быть, постановка вопроса, когда и год начался, и никакой прибыли нету, и списывать тогда нечего. Почему уточняю? Потому что, ну, вот бывает как-то тут даже вот любопытный такой вопрос, задавали какого рода, зачем вот я скажу с 1 января, а у меня там, я точно знаю, что будет убыток, и мне списывать нечего. Давайте я скажу с 1 февраля. Да даже не надо забивать себе голову. Это все в одноисе автоматизировано великолепнейшим образом. Вот у меня сейчас, ну, якобы, в январе никакая деятельность не велась. Значит, ну, ради бога, вот я перепроведу январь, и, соответственно, выполняю закрытие месяца. Ну, обратите внимание, в отличие от первой постановки вопроса, когда она меня просто не закрывала и говорила, что требуется перенести убыток прошлых лет, сейчас он у меня спокойно закрылся. Во-вторых, что сейчас еще важно, списание убытков. Вот если я теперь посмотрю проводки, а здесь ничего. Нет прибыли, нет списания убытков. Это все абсолютно великолепно работает. То есть, ну, грубо говоря, вот программа же действует по определенному алгоритму. И когда мы перенесли с вами убыток прошлого периода, мы перенесли вот сумму убытка, естественно, там запрограммирован алгоритм, ну, который условно выглядит так. А, проверяю наличие прибыли. Прибыли нет, стоп. Прибыль есть, значит, списываю расходы будущих периодов. Значит, что у нас с вами получается? Ну, вот опять же, списание убытков прошлых лет, да, вот мы сказали, что пойдет на расходы будущих периодов. Вот мы с вами видим. То есть, здесь вот, кстати, нестандартно, у нас обычно именно в чистом виде расхода будущих периодов относится к первой группе регламентированных команд. А списание убытков у нас идет уже в последней группе. Почему? Потому что одноиссия сначала должна высчитать, есть у нас с вами прибыль или ее нет. Ну, давайте потихонечку будем что-нибудь делать. Ну, делать опять же, вот поскольку у меня тут рояль, когда в кустах присутствует, присутствует, то, собственно, документы у меня заведены, но они не проведены. Ну, я сейчас потихонечку начну перепроводить. Ну, вот такая скромная, видите, реализация на 500 рублей. Вот я, да, и реализации, денег мне заплатили, прям вот как-то так вот вот все сказочно сложилось, получилось. Да, вот у меня есть некая реализация. Проверяем закрытие. То есть, я его отменяю и выполняю заново. Интересует у меня только сейчас именно списание убытков прошлых лет. Давайте смотреть. Начала списывать. Начала? Начала. Причем просьба, я вам сказала, вот у меня там заведен убыток, да, за 15-й год и за 16-й. Помните, она в соответствии с текущим законодательством должна нам с вами списывать, мы имеем право списывать убыток в хронологическом порядке по мере его возникновения. Значит, первая сумма у меня возникла в каком году? В 15-м. Программа ее великолепнейшим образом и начала списывать. Вот. Но у нас же с вами есть еще ограничение, не более 50% правильно от прибыли. Вот. Теперь давайте посмотрим, а что будет, если прибыль у нас несколько увеличится. А у меня, ну, опять же, вот рояльчик же, да. Соответственно, смотрите, я тут была щедра необычайна, ну, якобы мы там вот еще сделали на мульон реализацию, прям нам все заплатили, прям вот сказка народная. Да-да-да-да-да-да, прям замечательно денег, жуткое количество. И опять та же постановка вопроса, тут тот же самый январь. Чтобы не бегать туда-сюда, я выполняю закрытие, но теперь у меня сумма прибыли увеличилась, правильно же? Давайте посмотрим на реакцию программы. Ну, вот, впала в состояние задумчивости, не вынесла она таких издевательств. Да нет, база-то небольшая, просто, естественно, одиннадцать не очень любит, когда она в файловом режиме работает, сейчас же она у меня не в сети, а я ее туда-сюда гоняю, бедолажку, видите, мучаю. Ей прям вот нехорошо стало, слушайте, я ее как-то попробую. О, главное грамотно поступить. Так, значит, давайте смотреть, что у нас получилось. О, есть такое дело? Вот оно, смотрите. Она мне списала, я просто вот по пятнадцатому году вводила сумму пятьсот рублей, чтобы вот пятьсот тысяч, чтобы так вот не забивать с пиколого. И начала списывать убыток какой? За шестнадцатый год. Причем здесь вот вариации абсолютно разнообразные могут быть, но главное, что вот опять же для нас с вами важно, чтобы мы были уверены, что она ведет себя адекватно. Вот когда мы работаем годами, как видите, все это замечательно и здорово. Не надо, вот я говорю, вариантов на уровне, а вдруг у меня там прибыли не будет, а что я скажу с первого января? Нет прибыли, программа ничего не делает. Если прибыль есть, то небольшая, она потихонечку начинает списывать, но помятуя, что это делается по хронологии, то есть сначала списывается убыток за более ранние года. А если у нас с вами увеличивается, увеличивается прибыль, то она нам уже начинает и списывать постепенно следующие года. То есть если я сейчас, допустим, ну, в январе я уже и так достаточно помучила и поступлю следующим образом, добавлю еще одну реализацию, ну, просто вот копированием сейчас добавлю, но в феврале месяце, вот, смотрите, допустим, она опять перестанет. А вот, смотрите, давайте тогда я так сделаю. Сейчас, секунду. Я лучше покажу. Смотрите, вот у меня сейчас, сейчас, вот в этой моей учебной базе, за февраль нет ничего. То есть деятельность, ну, грубо говоря, в феврале вообще в принципе не вела. Ни о чем. Значит, как будет вести себя программа? Просто здесь это лучше увидеть и все тут. Ну. Нет прибыли, нет списания. Она реагирует абсолютно адекватно, о чем и речь. Это очень важно. Поэтому я вот и сказала, что лучше увидеть. Я-то вам много чего могу сказать. Ну, это уж извините, дайте я февраль-то делаю. Нет, 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 вы у меня прям это дай мед, дай ложку называется. У нас речь идет сейчас не об уплате налога, в первую очередь, а о том, как сейчас, в настоящий момент в программе, автоматизирован вот этот перенос в бык, то есть когда мы его спи-ци-ва-ем. Ну, так вот, все-таки в феврале я опять же вот документики-то добавила, добавила, да, вот есть некая там у меня реализация. Соответственно, если я теперь начну февраль закрывать, февраль закрывать. Вот. Видите? По 15-му году списано все. Да здесь ноль. И она мне пошла уже конкретно списывать 16-й год. Ага. Так, значит, дальше, допустим, допустим, в марте все-таки, ну, ничего не было. Ну, мне лениво. Отдыхала я в марте. Вместе с организацией. Значит, смотрим. Опять же, нет прибыли, нет проводок, есть прибыль, есть проводки. Ну, и мы можем с вами, соответственно, посмотреть. Значит, посмотреть можно каким образом. Да вот у нас с вами есть же расчет налога на прибыль. Пресловутые налоговые активы и обязательства. Здесь она, смотрите, вот, во-первых, мне еще пошло считать резервы по сомнительным долгам. Ну, там оплаты не было, я накидала. Ну, когда какая-то там якобы деятельность велась. И вот у меня четко видно, вот они, перенос убытка один, вот второй. Ну, вот опять же, пишите год, жить гораздо легче. Есть же такое дело. И что мы с вами еще можем посмотреть в этом случае? Ну, вообще-то, можем еще заодно и посмотреть справку расчет по налогу на прибыль. Если вот таким вот ну, образом двинемся. Вот у нас с вами, смотрите, там были некие там расходы. Ну, вот зарплата, собственно говоря, была в январе начислена. Вот они, резервы по сомнительным долгам. Вы видели? Ну, я все равно как-то вот не очень хорошо себя чувствую. и это бухучет. А если я посмотрю, то, что касается данных налогового учета, то картину, видите, выглядит следующим образом. Ну, или давайте сделаем вот так вот. вот, в частности, за 16-й год декларацию видели, помним, там был убыток. Ага. А теперь вот давайте посмотрим, что она покажет в декларации за первый квартал. То есть, опять же, открываем, заполняем, и вот наш с вами лист второй. Ну, квартал у меня получается с прибылью за счет того, что были доходы от реализации, соответственно, непосредственно в январе и в феврале, правильно же? Только в марте не было. По-моему, достаточно такое неплохое решение. Единственное, вот что важно, это вот обращайте внимание на аналитику. Вот то, что я говорила, чаще всего, чаще всего ошибка допускается вот какого рода. Когда заполняется справочник расхода будущих периодов, расхода будущих периодов, то вот соответственно вид налога учета ставят прочее. А результат будет, кстати, весьма трагичен в каком плане? Потому что я вот не зря уточняла, ну, сейчас я просто не совсем корректно делаю, поэтому, честно говоря, просто хочется показать. Вот, получилось. Хотя я привела себя неадекватно. То есть, если мы случайно перепутали аналитику, это очень хорошо видно, почему у нас с вами, видите, появляется регламентная операция по списанию РБП. А ее тут быть не должно категорически. Видите, какое безобразие. У нас с вами должна быть операция какая? Списание убытков прошлых лет. Ну, поскольку я сейчас не совсем адекватно подправила, то я вижу сейчас и то, и другое. Просто справочник один и тот же, а вот самая распространенная ошибка, а потом начинается головная боль, поскольку действительно в таких условиях программы ничего списывать не будет естественного, это нормально, это всего лишь машинка. А по умолчанию вот она предлагает именно, что нам надо с вами указывать прочее. То есть, вот когда создается запись, вот и очень часто почему-то не обращают на это внимание, а вот она когда поймет, если я скажу, что это убытки прошлых лет. Вот это вот самое тут больше ошибаться не в чем. По сути, больше ошибаться не в чем. И чисто визуально вот по-моему такой вот неплохой ориентир, видите, я поменяла и у меня уже списание РБП пропало. Но это, конечно, при условии, если у меня как таковых расходов будущих периодов просто нету. Они могут быть, и тогда в общем-то такой вот яркий ориентир будет отсутствовать. Это уже только вот как мы сейчас с вами смотрели, то есть проверяем справки расчета, смотрим в частности проводочки, других вариантов тут нету. Но если в чистом виде у нас с вами по каким-то причинам расхода в будущих периодах нету, то так вот видно сразу хорошо. Это вот единственное, что нужно сделать правильно. Ну и понятное дело, но здесь я как бы все-таки подразумеваю, что бухгалтера все люди грамотные, это однозначно совершенно, но к сожалению, жизнь у нас такая, что как-то часто бывает форс-мажор. Значит, второе, что можно случайно сделать, не желая того, это вот то, что мы с вами обговаривали, не надо перепроводить документы за декабрь. То есть вот эта вся главная боль, она нужна из каких соображений? Программа, если мы не перенесли сумму убытка, она нам год великолепным образом закрывает. Здесь никаких проблем. Проблемы у нас возникнут уже с закрытием месяц на следующий год. Прямо с января, то есть она четко, красиво пишет, пишет, сделайте руками операцию и так далее, и так далее. Она, кстати, вот они, вот она раньше этого не делала, это я точно могу сказать, вот сейчас если удалю, вот, если мы с вами вот этого не выполнили, соответственно, вот при закрытии, упс, так, перестаралась, надо же сначала отменить, естественно, сделать все по-человечески, вот если у нас есть убыток, ну, в частности, когда в моем случае текущего года, еще там за прошлый период, новоялый год, она мне закрывает прекрасным образом, проблем нет, а вот выплывет, это вот, что и обидно, по факту, позже, почему я еще акцентирую на этом внимание, да потому что просто-напросто я могу уже подготовить отчетность, и вот здесь, вот она, видите, она, по сути, делает подсказочки, да, ну вот, и даже ссылочку дает на операции, введенная вручную, кстати, да, да, ну, пока мы это с вами не сделаем, она нам не будет закрывать, ну, в данном случае, чем в buck. bloodhound, 2 5 5 Ч ingl ağ했 32 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13